А на даче, а на даче, всё попроще, всё иначе. А на даче, а на даче, чистый воздух у реки. Здесь нашла спокойный зелёный тенистый закуточек. И всем вам говорю, самого доброго дня вам. Огромный всем привет. Сегодня у нас 16 июня, пятница, и я держу путь-дорожку на дачу. Иду на электричку. Мы сегодня с Игорёшкой по итогам прошлой поездки решили поехать в пятницу и на электричке. Так как на машине в пятницу ехать это неблагодарное дело. А уж как мы в прошлый раз добирались до дачи, что-то мне не хочется так ехать на дачу. И поэтому на семейном совете было принято решение сегодня ехать на электричке. Я сейчас, я немного раньше отпросилась с работы, Игорёшечка там, ну где-то, может быть, на часок попозже меня подъедет на дачу. Очень жарко, 29 градусов, ну как бы 27, но ощущаются, как все 30. И говорят, что завтра будет ещё жарче. Поэтому не поехать на дачу, ну это просто, вот, надо растишки попоить. Мы будем на даче в эти выходные вдвоём с Игорёшкой, поэтому оставайтесь с нами. Мы начинаем с вами новый дачный влог. Добро пожаловать в новый дачный влог. Вот, и я надеюсь, он будет интересный. Всё, я уже в воскресенске иду с электрички и расскажу вам сейчас краткометражный фильм про нашу молодёжь. В общем, зашла я в скоростную электричку. Места, чтобы сесть, были все заняты. Но в вагоне было достаточно просторно. Ну, мне стоять было комфортно. Можно даже было ещё и в телефоне поторчать. И следом за мной заходит бабулечка, ну лет 75 точно, а то может быть и больше. Со своей вот этой вот дачной тележкой. Ну, как-то, с которой меня обычно на дачу ездят. Вот, рассаду там возят, всё такое. Вот, и она стоит. С ноги на ногу переминается. На одно кресло облокотиться локтём, на другое. А впереди меня, вот я с краешкой, во внутрь вагона никогда не прохожу, с краешкой стою. Парень сидит, видать, с мамусей. Мамуся, ну так, вроде как, спит. Так, глаз приоткрывает, когда кто-то заходит и выходит. Вот, и она стоит. И когда периодически переминается с ноги на ногу, задевает меня, и ей неудобно. Она, прости, дочка, прости, дочка. Я говорю, да всё хорошо. И у меня чувство такое было сказать, ты под люка сидишь. Ты развалился, как в баре. Зашла старушка, мать ничего ему не скажет. Я бы на месте этой матери, как уже, отвесила бы ему хорошую оплелуху. И только я так подумала, она прям напрямую ему говорит, сынок, дай я сяду, у меня ножки болят. Я думала, в этот момент он, ну, встанет. А он так вольготно на неё посмотрел, недовольно. В этот момент просыпается мамаша, поднимает вот этот подлокотник, который в середине, двигает свою чадо к себе. Ну и получается там два же места. Ну и она как бы с краешку бабулечка может вполне сесть. Она села, видно, ей неудобно. Я же говорю, вот иногда лучше хорошо стоять, чем плохо сидеть. И этот подлокотник ей в спину впивается. Ну я помогла ей его поднять. Она там, спасибо, спасибо. Я думаю, боже, боже, почему мне так стыдно было в этот момент. Это какой-то кошмар. Я не знаю, на чём свет держится, если у нас такая молодёжь будет расти. Тут я ей громко говорю, я говорю, это вам не Советский Союз, бабуль. И она такая, да, дочка, да, почему же у нас такая молодёжь? Ну в общем, там немножко просуждала вслух. Мне стыдно, я вижу, что ей неудобно сидеть. Мне стыдно, я повернулась в другую сторону. Стою, а там второе кино, вторая серия. Девочка, ну лет десяти. Двенадцати может быть. Вот такой подросточек крупный. Точнее мелкий. Вот. И дядечка сидит, а она в телефоне в шарики играет. И набирается смелости и говорит, дядечке, а дядечка, а как папа мой возраста, ну за шестьдесят. А можно я сяду? Он так глаза поднимает на неё. Ты? Ну садись. И встаёт. Я тут не выдерживаю. Говорю, тебе не стыдно? Я говорю, у тебя-то ноги поздоровее будут. Я говорю, бабульчик, идите садитесь. И я прям вот локтём держала, чтобы она прям рвалась. И я вот локтём держала, чтобы прошла бабушка села. А не этот ребятёнок маленький. Короче, девчонки, это какой-то капсдец. Иду расстроенная, какая-то вот как-то мне неприятно. Потом дальше еду. Бабуля, значит, сидит. Остановилась возле неё место. И она мне кричит, садитесь, садитесь. И вот мы с ней, сколько там было времени, я села, болтали. Это наше, так сказать, будущее. Я спросила, ей 79 лет. Она до Галутвина ехала, она там живёт. Поговорили так. Оно немножко так, знаете, отлегло у меня. Но я иду прям вот, иду и возмущаюсь вам. Представляете? Слая на эту мамашу, слая на эту девочку. Думаю, господи, родить родили, а воспитать-то забыли. Капец. Вот просто капец. Это вот надо, я не знаю, как только ребёнок начинает говорить, надо внушать, что возраст надо уважать. Ну что же это такое? Ну как так? Вообще у нас, вот я когда росла, я заходила в автобус, были места, садилась. Только старше меня человек заходил в автобус. Тут же свою задницу поднимаешь, уступаешь место. Это нормально. Это нормально, это по-человечески. Что сейчас происходит? Я в шоке. В общем, вот так. Вот такие вот у нас детки. На часах без 25. И как вы поняли, я уже на даче. И сейчас у меня разбор, как всегда, сумок. Покажу, что купила. И пойдём на экскурсию. Девчонки, решила сделать окрошку, но в доме парить не хочу. В доме тоже духота. Сейчас надо на втором этаже пооткрывать окна. Поэтому сразу купила готовую картошку. Останется отварить только яйца. Яйца взяла. Это вот чевапчичи. Сегодня Игорёшка приедет с работы. Часов, наверное, в 8. Вот, разжарим быстренько на ужин. Вот, вот такой вот купила сорбет. Манго-маракуйя. Сейчас под кофеёчек один съем. Куриные ножки на завтра. Тоже Игорёшка замаринует. Докторскую колбаску на окрошку. Лимонную кислоту всегда покупаем. Чайник чистить. Лучок. У меня ещё там укроп-лук, который я на рынке брала. Зерновой хлебушек. Это тоже Игорёшка сегодня стейки пожарит. Когда приедет, чтобы с маринадом не заморачиваться. Так, огурцы. И здесь у меня в пакете тоже лук, укроп, огурцы луховицкие, редиска, ростовские помидоры. Ну, в общем, короче говоря, овощи. Сейчас быстро всё раскидаю. Там в холодильнике у меня сырники в заморозке, сосиски есть, творог есть, всякие вот эти, знаете, кальмар-фиш, паштеты. В общем, короче говоря, консервы. В общем, нормально. Как всегда ещё и всё остаётся. Поэтому сейчас всё раскладываю по местам. Навожу здесь немножко шмон. И идём с вами на экскурсию. Как всегда, собственно говоря. Я решила таки перевести дух. Девчонки, навела себе кофеёк. И вот хочу съесть вот такую штучку. Это такое, знаете, типа замороженного детского пюре. Ну, типа, консистенция такая. Манго-маракуйя. И оно такое, без сахара, с кислинкой. Вот самое то. Вот так это выглядит. Сейчас под кофеёк дух перевела. Как вы видите, я на улице вынесла стол. Я почему решила перевести дух? Я поставила на окрошку яйца. Ну, думаю, сейчас они сварятся. И тогда уже пойдём с вами на экскурсию. Сразу хочу сказать, что я не выдержала. Уже середина июня. А я ещё фигурки ни разу не выставляла. И, короче говоря, выставила фигурки. Позабыла, что где стоит. Ну, так, немножко изменила их местоположение. Ну, сейчас вам всё покажу. Вот. И сейчас солнышко убежит. И хочу пролить до приезда Игорёшки. Хочу всё пролить. Конечно, подсохло всё изрядно. Вот. Холодненькое, вкусно. Вместо мороженого. Красота на даче. Простите. Можно я очки одену? А то солнышко светит. Очень рада за Игорёшку. Он приедет. Эту ночь мы остаёмся здесь. Завтра остаёмся. И не знаю. Может быть, решим и с воскресенья на понедельник остаться. А в понедельник рано утром поедем на такси, на электричку. И сразу на работу. Посмотрим. Вот. Может быть, сейчас он зальёт в бочку воды. Конечно, душ я ещё не мыла. Я обычно, вот я уже говорила, когда приезжаем с девчонками сюда на подольше. Я мою туалет, душ. Ну, правда, раковину сейчас помыла. Вынесла прибамбасы, столик такой, который у уличной раковины стоит. Всё. Не могу на неё уже такую страшную смотреть. В общем, вынесла. И Игорёшка хоть понаслаждается, хоть ему не косить. Хотя трава растёт. У неё такая тенденция расти. Свойство у неё такое расти. Но в эти выходные, естественно, косить не будем. Пусть Игорёшка тоже насладится своими выходными. Пусть сходит на озеро завтра. Завтра, послезавтра тоже понаслаждается, отдохнёт. И я хоть понаслаждаюсь. Как бы сейчас сразу расскажу вам о планах фронт работы какой. Но у меня самое главное – это уже теперь пролить и порыхлить. Вот я, наверное, делала неправильно. Я сначала поливала, а потом рыхлила, потом снова поливала. И образовывалась такая корка. А сейчас хочу вот сегодня пролью, завтра порыхлю. Нет, сегодня пролью, завтра пролью. А в воскресенье пролью и порыхлю. И что-то, может быть, у меня вот подсохла травка, которую я в прошлые выходные оставляла. И что-то, может быть, промульчирую. Потому что с такой погоды, если такая погода будет стоять недели, раз в неделю приезжать росишкам, конечно, тяжело здесь без воды. Полить, порыхлить и травку подёргать. А, Игорюшку ещё попрошу. Вот единственное, что попрошу ему сделать, наверное, здесь – это вот заборчик большой. А я, может быть, посмотрю, что-то поукрываю ещё от травы плёнкой. Этой, оградканью. Ну, в общем, у нас эти выходные больше понаслаждаться. Мы вдвоём. Вот погодка такая шикарная. Ну, конечно, жарковато в квартире, ну, как бы в городе, в такую погоду неохота торчать. А вот на даче – это самое оно. В общем, пью кофе. Сейчас доварятся яйца у меня. На окрошку пролила петуни первым делом, сразу повесила. Сразу раскрылись цветочки. Ну, тут такие чахленькие стояли. Но я теперь… У нас же забор, и я теперь их ставлю к забору. Там теперь тенёчек им. Вот. А в 7 часов там, наверное, будет солнышко. Ну, как гуляет. Ну, вот вовремя я их повесила. В общем, пролила, немножко их оживила. Вот. Сейчас уже время к 6 доходит. Может быть, Вика. Да не может быть, наверняка Вика приедет. Раз её нет на даче, значит, она работает. Скорее всего, после работы приедет. Сладкая штука. Я что-то от сладкого отвыкла. Белок – 0,1, жир – 0, углеводы – 28,4. 114 калорий на, по-моему, 75 грамм. Или на 100 грамм здесь. На 100 грамм, а здесь 75. Исключительно замечательно. Вот сладенького, если хотите, а вам нельзя. Ну, пожалуйста, такая штучка. Ладно, девчули. Если я сейчас буду ещё с вами болтать и пить кофе, это я буду долго. Надо идти на экскурсию. Вот. Так что я с вами не прощаюсь. Увидимся. Всё, довариваются у меня яйца. Девчонки, в доме 27 градусов на первом этаже. Наверху вообще баня. Надо приоткрыть окошки, чтобы немножко проветрилось. И я даже не стала включать бойлер сегодня. Так, ну, намного приятнее в прохладной водице повозиться. Поэтому даже не буду включать бойлер. Ну, по крайней мере, сейчас. Вот. Вообще нагрелось всё. Всё нагрелось. И дом, и земля. В общем, всё. Выключаю яйца под холодную воду. И идём с вами прогуляемся. Вот она травка. Как быстро растёт. Поднялась как. Вообще. Всё сухое. Так. Ну, пойдёмте начнём с огорода. Кстати, вот намыла раковину. Теперь хоть приятно к ней подойти. Вынесла уличные принадлежности. Тут мы шампура моем, решётки, казаны. Вот. От мяса тоже здесь моем тазики. В общем, всё равно удобно, когда на улице есть тоже раковина с водой. У нас теперь вот у туалета тоже красота. Видите, моя тень. Растишки. Тоже всё надо проливать. Лилейник, хосточки. Вон, смотрите, как потрескалась земля. Ой-ой-ой. Ну, вроде ничего. Косточки цветут. Цветут. Вот. Чеснок. Редиска. Здесь редиска череет. Подрастает потихоньку. Вот, может, хоть здесь будет редиска. Не нравится мне эта грядка. Как-то тоже её надо облагородить. Вот тут чесночок. Любисточек зацветает, что ли. Ой, смотрите, сколько муравьёв. Ой-ой-ой. Капец. Всё-таки надо какую-то сыпучую отраву от них купить. Лучок. Вот мне сказали, что если стрелкуется, листья лука, то их надо обрезать. Вот буду обрезать. Можно оторвать, мне кажется. Оп, не отрывается. Ладно, обрежу. Вот пока только тут, видите, стрелочка появилась. Вот. Смотрите, укропчик. Неужели укропчик? Правда, его тут совсем мало. Тоже почистить надо эти грядки. Но есть. Ну, хоть немножко. Смотрите, как подросли кабачочки. Им тут хорошо. Им тут нравится, видимо. Вот. А смотрите, вот влажная земля ещё за счёт того, что промульчировали грядку мы. Вот. Ну, что-то это такой самый маленький. А, это, наверное, поздний самый, который вот в третьем горшочке у меня рос. Вот самые маленькие эти взошли тогда в двух горшочках, а это вот третий. Ну, ничего. Растут потихоньку. Так. А здесь у меня был укропчик под травкой. Под травкой был тоже вот влажноватая земля. Но чувствую, что укропа не будет, потому что вон они семена. Вижу. Ладно. Я куда-нибудь его ещё посажу. Зато, может быть, здесь немножко от этого хвоща, от этих ёлок отдохнёт земля. Смотрите, как салат подрос. Сейчас я листики ведь обрезала. Точнее, не обрезала, а отрывала. Вот домой мы брали кушать. Он всё растёт, растёт. Тоже вот сегодня на стол порву. Порохлёй, какой пышненький. Только тоже что-то его жрёз. Видите, дырочки. Какая-нибудь бложка опять, наверное. В общем, салат есть хорошо. Смотрите, как свёкла подросла. Надеюсь, не одна ботва будет. Очень надеюсь. Петрушка подрастает. А, это мне, наверное, соседка Таня тут маленько подливала водички. Вот у нас рядом, видите, на себе поливала, наверное, и мне. Тут петрушечка подрастает. Ну, будет. Хоть немножко, но будет своей петрушки. Ничего, очухается. А вот здесь вот в прошлый раз я рвала кинзу, но мне кажется, она ещё вот пойдёт. Я не с корнем выдирала. Так, а в этом скате можно рвать кинзу. Вот уже всё готовенькое. Тоже с корешком не буду. А так отрежу. Корешки оставлю. Так, ладно. А, ещё не показала вам, знаете, что шпинат. Вот тоже срывала в прошлый раз листики шпината домой. Ела и в этот раз на рву. Тоже вон как подрос. Я делала и салат, и просто листики ела. А ещё цветёт шпинатик. Отлично. Ой, а тут, смотрите. Ой, тут что-то листики захворали у меня, девчонки. Захворали. Скукожились. Не знаю, что такое. Морковочка для Даши Уленьки. Морковка. Уж не знаю, что там внутри. Смотри, какая будет девица-то в темнице. Коса на улице, поэтому какая будет девица, не знаю. Но посмотрим. Может, что-нибудь и будет. Оп. Оп. Так, ладно, пойдёмте в цветники. Кстати, вот повесила. Петуни пролила, и сразу раскрылись цветочки. А тут жёлто-белая корзинка. Я думала, сначала не обратила внимания. Смотрите, жёлто-белая. Красивая. А здесь такая вот полосатенькая. Висят. Так, георгинчики-то у нас готовятся цвести. И здесь, не знаю, какой-то цвет. Жёлтый, наверное, будет. Мне кажется. Хорошо вроде бы они себя чувствуют. Я уже этот скат пролила. И обязательно буду всё хорошо проливать. Удобно сорняк дёргать. Вот. Только тоже тут что-то листочки какие-то. Смотрите. Может быть, мне взять эту бордоскую жидкость. Или бородскую, или бордоскую. Да пролить растишки. Потому что что-то вот как-то есть такие моменты, что вот как будто бы листочки-то должны быть все вот такие вот аккуратненькие. Они какие-то не все такие. Вон, какие-то вот бугристые есть. Может, чем-то болеет георгинчик. Вот видите? Какой-то вот он интересный. Этот вообще очень интересный. В общем, здесь, скорее всего, жёлтые георгины сидят. Так, вот фигурка. Видите, какая? Я сюда поставила волка с этими улитками. А здесь вот какие красивые георгинчики. Уже расцвели. Вот готовится. Красота. Вот бутончик сидит. Розочка тоже бутонируется вся. Готовится нас порадовать. Тоже я её уже немножко пролила. Успела пролить. Смотрите, сколько бутонов. Вот-вот-вот у тебя, красавица. Расти, радуй нас. Ой, колючая какая. Ну, здесь вроде бы здоровенькие листочки. Я её и подкармливала, ведь, специальным удобрением. И колышек туда для декоративных растюшек вбила. Вот так. Вот ещё у меня скат с георгинами. Здесь жёлтенькие тоже георгинчики. О, ёшкин кот! Так это муравьи и жрут. Вот, смотрите, какая капец. Капец. Смотрите, что происходит. Ой, вот происходит у нас что, девчонки. Смотрите, весь, весь стебель усыпан муравьями. Обалдеть! Вот почему они у меня скручиваются. Ой, он яйца пооткладывали как. Срочно надо чем-то посыпать. Хотя бы какое-то народное средство придумать. Соду, что ли, развести, посыпать. Вот здесь такого нет. Тоже вот бутончик. Вот что им не здоровится. И там, наверное, такая же петрушка. А здесь вот они, листики закручиваются. Вот что происходит. Капец! Мама дорогая, у меня аж мурашки. Ужас! Всё понятно, будем действовать. Так, здесь мятка. Мятка растёт. Мятка растёт. Вот у них тут муравейники целые. У меня такой проблемы не было в скатах, девчонки. Блин, как жалко стебелёк. Сейчас что-нибудь придумаю прям сразу. Лилейник тоже в прошлый раз сажали. Но что-то он какой-то, он листья жёлтые. Тоже всё хорошо надо пролить. Так, вот выставила стол. Фигурки. Может быть, даже сегодня поужинаем на улице. Единственное, комарьё. Но я на Валберид заказала такие специальные свечи. Стержни от комаров. Но они ещё не пришли. Вот, может быть, на следующие выходные уже их привезём. А так, конечно, хочется уже на улице. Вот. Выставила фигурки. Так что у нас тут теперь красотень. Так. Ну, эти вот оживают лилейники. Вот они оживают. И вместе с ними тут растёт ежемалинка. Вот куст. Вот куст. И вон два куста. Так. Эти жёлтые листочки пообрываю я. Вот эти вот нехорошие. Которые хорошие пусть растут себе дальше. Так. Гортензия. Такая сочная. Радует прям меня. Вот прям радует. Единственное, меня не радуют муравьи. Но я, наверное, всё-таки... Вика мне дала этот крысиный клей. А я всё-таки, наверное, что-то сыпучее. Сыпучее надо от них купить и посыпать. Ну, как вот я сейчас увидела на георгине, на стебельке. Он весь усыпан яйцами от муравьёв. Ну, это вообще ужас. Так. Смотрите, кто у нас тут сидит. Под гортензией. Это холосто набирает силу тоже. Я, наверное, всё-таки потом её пересажу куда-нибудь из кастрюли. Пусть подрастёт. Так. И здесь у меня вот какая красота. Пчёлка Майя, ёжик, скунсик, белка, заяц. Мы тоже хосты будем проливать. Что-то у нас желтеют листочки. Жарковато, значит, нам тут, да? Скорее всего, тоже вот цветёт. Вон хосточка. Так. Так. В общем, да. Переживаю свои растишки. Скорее бы уже на подольше сюда приехать, чтобы прям следить за всем этим делом. Вот эта хоста мне тоже что-то не нравится. Хотя она тоже, видите, начинает свисти, значит, живая. Есть свежие листочки, но мне не нравятся вот эти вот несвежие. Прям надо их пообрезать. Они портят всю картину. Портят всю картину они. Вот эти вот, которые некрасивые листочки, они портят всю картину. Вот так. Ладно, пойдёмте в прямоугольную клумбу. Вот, с тюльпанами ещё побороться надо. Ну, как побороться, обрезать их. Календула. Бархоток нет от слова совсем. Лилия цветок набирает. Здесь тоже лилия. И, девчонки, смотрите, что я вам хочу показать. Называется «Дождалась». Дождалась. Два года ждала. Вот эту красоту я, наконец-то, распустился. Пахнет. Сейчас понюхаю. Хоть один, но распустился. Красота. Так, и смотрите, у меня вроде как оживает круглая клумба. Кстати, вот здесь, вместо вот этой бордюрной ленты, я хочу сделать заборчик, который тогда вам показывала. На Валберрис заказывали мы. Потому что она вся уже скукожилась, эта бордюрная лента. Это все-таки заборчик будет поинтереснее. А ленту можно порезать и вокруг деревьев. Вот. Ну, будут цветочки. Их немного, но хоть что-то. Ничего я сюда не досаживала, как вот в начале мая посадила. Хиленько они зашли, но будут циние. И вон там немножко с краю ворхотки. Так, вот тоже лилия нравится мне. Молочинка. Так, а вот тут что-то тоже как-то, мне кажется, ей тяжеловато. Может быть, тоже что-то ест. Я поливала ее в прошлый раз. Так, все, отсветают ирисы. Мне кажется, ирисы тоже можно посрезать. Вот эти вот отсветшие цветочки. Вот так вот где-то. Вот так. Ну, я так думаю. Боюсь без вашего совета. Но мне кажется, еще не будет. А листочки зеленые оставить. Лепесточки точнее. И здесь тоже самое сделать. Так, что-то мне эта вишня не нравится, девчонки. Вот прям не нравится. И вот все-таки, кстати, вот он паутинный клещ. Наверное, я поняла, о чем вы мне говорили. Вот она паутина. Наверное, вот, кстати, вишню паутинный клещ и жрет. Потому что она что-то, не знаю, листочки какие-то все вон пожухленькие. На той вишни такого нет. Здесь что-то как-то они мне не нравятся. Какие-то вот они нездоровенькие. Короче, надо брать жидкость эту бордовскую. Смотреть, как ее развозить. Разводить, вернее. И побрызгать все. Так. Малинка, калинка ожила. Мордовская малинка. Желтого цвета, которая так листики. Хорошие хочу убрать. Вот они сухенькие. А вот свеженькие есть. Вот они. Отличненько. Пусть себе растет. Оп. Здесь и сорняк, и еще тюльпаны, и турецкая гвоздика. Вон они, розеточки. Ой, комары меня уже едят. Представляете? Вот единственный минус такой большой на даче. Это комарье. Так, и с этой стороны я сажала. Вот она, турецкая гвоздичка. Ой, тут надо срочно чистить клумбу. Тут уже не видно, где есть она, где нет. Это, по-моему, тоже она. В общем, короче, бардак. Девочки, бардак. Так, ежемалинка отлично себя чувствует. Ой, на сливу страшно смотреть. Но вот листочки зеленые есть. Вот они. Я вам их уже в который раз показываю, поэтому пусть пока растет. Так, что-то у меня с хостой с этой непонятно чего. Тенек вроде тут. Непонятно. Вот эти хорошие листочки, а эти что-то... В общем, вот что значит приезжаем время от времени. Так, вот хоста. Яблонька. Яблонька, яблонька наша, яблонька. Яблочки подрастают. Подрастают. Вот, но вроде бы сейчас листочки чистые. Хотя муравьи, вон, они нормально себя чувствуют. Вон они ползают. Вот, вот засранцы. Короче, девчонки. Мертвому припарку, мне кажется, этот клей. Все равно они вон лазают, как у себя дома. Нет, все-таки сыпучую надо отраву сюда. Такую, причем термоядерную. И что-то с этим делать. Вообще, не нравится мне это все дело. Смотрите, какие больные листья. Вообще. Так, а что, где еще? А, вот оно, яблочко еще. Ну, оно вообще, оно все уже. Оно плохое. То как-то получше. А это прям все. Она же у нас тоже, по-моему, подмерзала. Как раз в то время, когда цвела. Вот это ничего, яблочко. Больше не вижу. Ой, муравьи, муравьи. Так. Ну, с хвостами все нормально. Вон они растут, себе и растут. Тут малинка. Малинка ягодки он набирает тоже. Молочинка. Малинка, молочинка, черешенка. Мне вот тут тоже не нравится, что тут вот эти листики. Такие желтые. Почему-то не везде, но есть. Такого же тоже не должно быть. Ягодка, смотрите, поспевает. Так. Что-то это тоже какая-то хилая хоста. И, может быть, в кастрюльке подрастет. Я куда-нибудь сюда подсажу еще. Вот, цветет. В общем, вот такие вот дела, девчонки. Муравьи. Вот такая вот зараза. Ой. Надо что-то делать. Комары, кстати, тоже зараза. Меня уже сожрали. Одеваться не хочется тепло. Даже жарко еще. Еще раз вам покажу вот эту красоту. Вот этот вид. Солнышко уже потихонечку прячется. Начинает прятаться. И такая красота. Ой, вообще. Сейчас сфотографирую. Во. Все. Я вам показала, рассказала. В общем, сейчас пойду в георгины. Что-то придумаю. Сейчас посмотрю, что из подручного у меня есть в интернете. Сода-то у меня есть. Может быть, как-то сейчас соды их испугаю хотя бы. И пойду поливать. Начну с полива. В общем, девчонки, сейчас пролила их. И вот немножко присыпала содой. Вот так. Немножко, чтобы не обжечь. Вот боюсь, чтобы листики не обжечь. Кучу всяких народных средств в интернете пересмотрела. Вот почистила здесь, насколько это возможно, лепесточек. Вот еще вот и не до конца вот они все эти. Вот. И знаете, что хочу сделать? Развести фитоверм и побрызгать еще фитовермом кустики. Не знаю, сейчас буду делать или завтра утром. Но главное, чтобы не тогда, когда солнышко. Вот. Может быть, даже и сейчас, когда оно сядет. Быстренько разведу фитоверм и сделаю опрыскивание. Вот здесь такой содится и слегка. Вот прям просто она влажная травка и впиталась быстро. И точно так же сделала вот на этих двух скатах. Вот. Но это просто как скорая помощь. У меня просто ничего больше под рукой нет. Именно от муравьев. Тут такой красивый цветочек. И как-то, знаете, как-то жалко, если он погибнет. Вот. Поэтому вот теперь новая напасть у нас. Муравьи. Вот. В общем, вот так пока поступила. Релакс. Девчонки, все пролила. И так повеяло свежестью. И на сегодня все. Завтра запланировала все-таки почистить частично хотя бы что-то. И не так, вот знаете, как я вот скачу от одной клумбы, от одного куста к другому. Основательно. Вот подошла вот к этой клумбе, где у меня тюльпаны. И почистила ее от начала до конца. Там подошла к ирисам и срезала все соцветия, которые отсвели. То есть вот таким вот образом. Ой, чуть темно. Я вообще хочу у вас спросить, что происходит. Девчонки, два выходных подряд я боролась с тлей. Первый выходной опрыскивала средством B58. Второй выходной фитовермом. И сейчас попробую вам показать. Я, правда, ее тоже полила с ног до головы, скажем так. Но я пришла в ужас от увиденного. Так, сейчас я найду и направлю камеру прямо на... Ну, чтобы вы тоже посмотрели, что это вообще и с чем его едят. Посмотрите, девчонки. Я понимаю, что это муравьи. Вот они по мне полуют. Но вы посмотрите. Проливала два раза подряд. Их что, ничего не берет? Я вот понять не могу. Посмотрите, бедный тот листочек. Я не знаю. И вот он аж закрученный, поэтому. И этот, в принципе, вот этот то же самое. Если его развернуть, вон, видите? Это капец. Вот по-другому не скажешь. Вот что делать? Я вот не знаю, можно настолько часто брызгать или нет. Нет, вверху вроде бы ничего. Вот листочки. Здесь все мне нравится. Но вот тут, вот какой листочек, вот сейчас не раскрути. Там, мама дорогая. Тут уже, наверное, не от тли надо бороться. Ну, понятно, что от тли надо опять брызгать. Вот этот листочек, он уже все, его просто надо отрывать. Вот этот просто. Потому что их уже все, мне кажется. Вот я так думаю. Вот. Здесь, мне кажется, нужно уже действительно средство от муравьев. Потому что... Ну, есть у меня еще упаковка фитоверма. Вон, смотрите. Вот они. Сидят тут. Ну, что это такое вообще? Брызгала два раза. Крысиный яд. Вон, обмотала крысиным ядом. В общем, короче говоря, капец. Сейчас пойду руки мыть. Вон она вся на мне. Да. Дела. Представляете, вот два выходных подряд. И вот, сверху все мне нравится. Свеженькие, хорошенькие листочки. А вот тут вот, особенно вот здесь, это что-то невероятное. Ну, вот они бегают тут, как хозяева. В общем, вот так. Сижу, любуюсь красотой девчонки и мальчишки. И понимаю. И понимаю, что ужинать мы будем дома. Жрут комары. Пока свечи не привезем, наверное, будем в доме ужинать. Потому что просто они мутанты какие-то. Спиралька их, наверное, не возьмет. У нас спиралька есть. Все, Игорешка звонил, уже едет. Вот я уже намыла овощи. Он сейчас быстренько разожжет мангал. А я все-таки сейчас пойду. Разведу фитоверм и побрызгаю георгины. Потому что там я даже вот бутончик сорвала. Их там опять море. Сейчас покажу вам. Вот этот бутон я вообще сорвала. Потому что все, он не жилец. И сейчас брызну их фитовермом, не знаю. Им это сода мертвому припарка. В общем, капец, девчонки. Муравьи-то, муравьи. Те еще вредители. Пролила георгины фитовермом. И что осталось, на яблоньку пустила. Но, честно говоря, впервые сталкиваюсь. Сколько у меня здесь георгины росли. Вот такой вот проблемы с муравьями не было. Я прям даже в расстроенных каких-то чувствах. Теперь будем бороться с муравьями. Пойдемте к Игорюшке в гости сходим. Поздненький немножко у нас сегодня ужин. Привет, Игорюшенька, всем. Дорогая редакция категорически приветствует всех. Да. О, какая красота. И здесь красота. Нашему ужину уже все готово. Время у нас почти 11. Ну, вот такой вот у нас сегодня поздний ужин. Очень захотелось кильки в томате. Прям, знаете, иногда в охотку. Несмотря на то, что есть шашлык или там мясо, все равно, вот если хочется, открываем. Маслинки, овощи, свой салатик, свой шпинатик. И здесь чевапчичи и стейк из свинины и соусы. Всем самого доброго утра. Субботнего. 17 июня. На часах почти без 10-10. Вот так вот сегодня я поздненько встала на даче. Минут, наверное, 20 как проснулась. Но зато выспалась. И хорошо, что мы вчера приехали, потому что сегодня у нас хотя бы целый день. Сейчас бы мы были еще в пути. А так мы уже на даче. Вот. И я собираюсь готовить завтрак. Так. И первое, что мы с вами сделаем, это заварим кофеек. А то у меня уже чайник вскипел. Девчонки, Игорешка сегодня в 11 часов у меня идет на собрание. Ну, там типа, знаете как, собрание субботник. Вот так как у меня староста улицы, пойдет на субботник, в общем, к 11 часам. Поэтому мы сейчас тоже быстренько с ним позавтракаем. Вот. А я, что я? Я буду заниматься... Не знаю, чем буду заниматься. В общем, о планах мы сейчас поговорим. Так, чайник. На улице уже жарко. 20 градусов. Сегодня передавали самый такой жаркий день. Ну, вот если брать выходные, то сегодня самый жаркий день. Завтра уже обещали нам поменьше температуру. А так вот время еще нет 10, без 5-10, а уже 20 градусов. Представляете, как будет жарко. Так, пока у меня кофеек будет завариваться, сейчас набодяжу овся на блинчик. Овся на блин у меня будет сегодня сладенький. С сыром, брикотой и абрикосовым вареньем. Я очень люблю такую вот начинку овся на блин. Хотя есть и сыр. Можно и сыром сделать. Но мне очень хочется сладенький. Я вот с утра сладенького поем. Блинчика. И уже хорошо. Так, как всегда, 3 столовые ложки. Для тех, кто не помнит, как делать овся на блин. 3 столовые ложки с горкой овсяных хлопьев мелких, потому что я их не блендерю. Одно яйцо. 5 столовых ложек молока. Ну, я как бы, знаете, так, если немножко даже перелью лишнее, ничего страшного. Раз, два, три, четыре, пять. И этого можно не делать, не добавлять, но я добавляю еще разрыхлитель. Прямо вот на кончике ножа. Вот так. Прямо капельку, не видно вам. Ну, прям капельку. Все это перемешиваем. У меня уже готова сковородка. Хорошо перемешиваем. В идеале нужно, чтобы вот эта вот кашка-малашка постояла. И начинка. Вот такой сыр. Может быть маскарпоне, но рикотта, она просто менее калорийная. И варенье абрикосовое. В идеале прям абрикосовое. Больше люблю абрикосовое. Вот такой овсяно-блинчик у меня получился. Со сливочным сыром рикотта и с абрикосовым джемом. Все готово. Пойдемте завтракать. Первый наш завтрак на улице. Да, надо запомнить. Сегодня 17 июня. И наш первый завтрак на улице. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Вы же хорошо на даче. Да, Игорешенька. Дорогая редакция категорически приветствует всех. Сегодня знаменательный день. Суббота. Он хотел сказать другой девочке на самом деле. Знаете, что он хотел сказать сегодня? Его люлюшка встала не с той ноги. Но есть такое дело. Еще раз всем приятного аппетита и увидимся. А вот такая у нас красота. 24 градуса уже. Время полдвенадцатого. Приехала Вика с Никитосиком. Ну, в общем, пойду я сейчас в огород. У меня не так много времени, потому что я хочу еще успеть к обеду сделать окрошку. Где-то сейчас немножко там поковыряюсь. Где-то, ну, что успею сделать. Еще завтра денечек. Точнее, полденечка. Туда перенесли стол. Завтракали там. Вот, в общем. В общем, что-то надо делать же. Поэтому сейчас пойду на участок. В огород. В цветники. Погода, красота. Так, время полвторого. И что я на этот период сделала? Кстати, сейчас буду убегать с участка, делать окрошку. Пора. Что сделала я? Что сделала горешка? В общем, поставили мы заборчик. Смотрите. На круглую клумбу. Кстати, горешке он понравился. Аккуратно смотрится. Удобно будет косить. Вот. И вот в отзывах я читала. Кстати, заказывала его на Валберес. Что он даже зиму стоит. Его на зиму не нужно убирать. Сейчас покажу вам с этой стороны. Вот. Значит, было всего 12 метров. Сейчас покажу, на что еще хватило. И две створочки, состоящие из шести колышек. Вот таких вот. Вот. Вот таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один колышек. И второй. Остались два. Игорешка говорит, обязательно будем докупать и облагораживать таким образом клумбы и грядки. Ну, в общем-то, понравился. Он вообще не любитель вот такого вот плана ограждений. Но здесь сказал, что постепенно будем докупать. Ну, две с половиной стоит. Может быть, дороговастенько. Но все же. Так. Игорешка здесь, значит, сделал ограждение. И сделал ограждение вот у этой клумбы, где были тюльпаны. Кстати, я ее обработала. Вот. И на итог, смотрите, сколько здесь турецкой гвоздики. Всего ничего. Вон там еще травку-муравку повыдергиваю. Вот. 27 градусов. Проливать сейчас не буду. Проливать будем вечером. В общем, тюльпаны пострезала. В итоге я вот они торчат. Стебельки тюльпанов. Вот. Ну, я не знаю. Что-то сюда, может быть, посеять, чтобы земля не пустовала. Может, укроп. Вот. Может быть, это не совсем правильно в клумбу. Но вот столько у меня розеточек турецкой гвоздики. Что-то она у меня как-то не очень. Вот. И вот еще раз показываю. Вот намного, конечно, эстетичнее смотрится эта клумба. И что еще сделала? Девчонки, я сегодня все-таки... Вот я говорю, не надо планировать. А надо делать и понимать, что ты правильно делаешь. В общем, я сегодня начала с цветника. И начала вот именно с забора, где у меня хост и деревья. Вот. И продолжу. После того, как сделаю окрошку, мы пообедаем. Продолжу работать сегодня в цветнике. В огород. Пойду завтра или не пойду. В общем, потому что вот я говорю, бегаю от куста к кусту. Это неправильно. Я все почистила. Вот. Насколько это возможно от травы. В сливку добавила вкусные земельки. Вот. Мини-тримером пообкашивала здесь прям. Ну вот почистила, почистила. Если вот вы видите. Пообрезала у хост цветущие вот эти вот, короче говоря, соцветия, которые цветут. Добавила тоже земельки. Убрала листочки ржавые. Вот. То же самое, естественно, сделала у деревьев, у малины. Вот. К малине не добавляла землю. У нее тут этот перегной. Вот. К черешнике добавила земельки. Пообкашивала. И вот хотя бы, знаете, вот просматривается теперь. Хотя бы вот как бы, ну не знаю, мне нравится. Вот. Вот этот сюжет. А то тут вечно руки сюда не доходят. Так. Я говорю, бегаю от куста к кусту. А так вот, так вот здесь вот просматривается вот такая красота. Это вот все, что я успела сделать. Вот. С передыхом, конечно, потому что в ногиночку, знаете, как-то тяжковато. Вот. Но ничего. Я говорю, если бы мы тут жили бы, я бы вот так вот потихоньку-потихоньку. Ой, надо вот это вот убрать. Что осталось? Мусор. Вот. Все это вечером будет проливаться, естественно. И вот как бы с этим уголочком у меня закончено. Вот буду по уголочкам делать, по кусочкам. Так правильно. Во всяком случае, хотя бы видно, что что-то сделано. Вот. И вот не стала убирать инвентарь. Дальше, после того, как я разберусь с окрошкой, у меня идет вот от этого вот угла. И дальше, 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 дальше. Здесь надо, хочу пообрезать цветы у ирисов все-таки, пообрезать ржавые листочки. У малинки там надо тоже немножко обкосить. Вот. Ну и на что еще хватит времени и сил, как говорится. В общем, решила начать сегодня вот как бы с сада, скажем так. Вот. И очень жарко, очень жарко. Вот если, спасибо, ветерок подует, то еще как-то можно жить. А так, вообще, девчули. Кстати, у меня в той клумбе, где были тюльпаны, вылазили вот эти вот цветочки. Вот эти цветочки. Но я их выдергивала. Вот. Может быть, не стоит. Так, кстати, здесь тоже надо навести порядок. И вот в ту все-таки клумбу, где тюльпаны, возможно, что-нибудь посею. Может быть, даже и укроп тот же. А почему нет? Все-таки. Ну, в этом году так. Вот. Каленая земля здесь. Вот вчера поливала, девчонки. Смотрите, все сухо вообще, от слова совсем. Ой, любуюсь прям этим уголочком. Нравится все это дело мне. Вот. Все. Сняли мы эту бордюрную лету. Игореша говорит, нет смысла. Я думала, деревья обернем. Вот. Но он говорит, нет, лучше заборчик. Лучше все-таки потихоньку, потихоньку. Вот уже делать все одинаково. Вот так красиво. Ну, и плюс вот эти вот зеленые ограждения тоже неплохо смотрятся. Но вот этот заборчик, он, конечно... Вот. Все. Жарко. Ухожу. Ухожу делать окрошку. Надо обедать. Кормить игорешку. Смотрите, я уже стихами заговорила. Вот. И потом хочу подсыпать земли, где совсем ее мало. Вот. Так, сейчас пойдемте, я вам покажу. Вчера же я опрыскивала этим фитовермом георгины. Ну, так вот муравьи ползают, но немножко... А, нет, девчонки, я не знаю. Я прям... Прям не знаю. Смотрите, опять сколько их там. Вон они откладывают и откладывают свои эти... Ой, беда, беда. Жалко цветочки. Но у меня... Я что-то раньше, вот сколько сажала георгины, такого не замечала вообще. Я вот покажу вам еще раз цвели. Расцвели. Смотрите, красота какая. Какая красота. Вот и вот. Да, сода вчерашняя тоже, лишь бы я не сожгла ничего. Все, девчонки, прячусь. Так, ну что, без 10-2 я пришла в дом. Сейчас включу музыку и будем с вами делать окрошку. Первое, что я сделала, я поставила баклажку воды, которую покупали мы, когда делаем окрошку. Покупаем воду, потому что когда что, ее можно, у нас питьевая вода, но у нас нет фильтра здесь. И когда мы что-то готовим, допустим, борщ, вода кипит, ничего страшного. А окрошку-то я буду наливать холодную воду. Я как-то уже так делала, но что-то решила перестраховаться. Питьевую воду купили, поставили в холодильник. Она должна быть холодной, первое, что я сделала. Второе, что я сделаю сейчас. Окрошка любит много зелени, поэтому я сейчас промою лук и укроп. Он у меня будет подсушиваться, а я тем временем пока почищу яйца. Пока только почищу, потому что по тому рецепту, по которому делаю я окрошку, первое, что мы делаем, это нарезаем зелень сразу в кастрюлю, подсаливаем ее, и толкушкой ее надо потолочь, чтобы зелень стала ароматнее, дала сок. Картошку купила вчера готовую в пятерочке. Нормально, на оливье же берем такую, когда очень хочется варить неохота. Все, огурцы, редиска, колбаса. Заправлять буду майонезом сначала, как салат, затем добавлю из холодильника воду, которая охлаждается, и по вкусу буду добавлять уксус. Игорешка еще 9% обязательно еще в окрошку кладет горчицу, перец черный молотый, ну перец черный молотый я могу положить. Вот обязательно достану сейчас свою помощницу, мясорубку, потому что в окрошку я редиску пропускаю на терке, огурцы пропускаю на терке. Так и быстрее, и в принципе я так привыкла, мне даже так больше нравится, чем когда редиска и огурцы нарезаны. А яйца и картошку с колбасой буду резать. Так, первое, что делаю, это я дальше черчу яйца. И заодно отвечу на вопрос, правда он был у меня давно-давно. Кто-то меня спрашивал, простите, я не помню, как мы вообще купили дачу, где, у кого. Я уже рассказывала, но расскажу еще раз. Дачу мы купили, я вот честно говоря, даже не помню год, по-моему 15-й год это был, нет, 16-й, наверное, или, нет, 15-й все-таки, очень внезапно. Мы, я уже рассказывала и не раз, до этого очень часто ездили в Зюзино открывать и закрывать сезон к нашей подружке, знакомой Оленьке Метельской. Вот, и как-то с Викой вот общались тоже. И она говорит, поехали как-нибудь, мы на май приезжали, открывали сезон на начало мая, а она говорит, поехали на 9 мая к нам, ко мне на дачу. Ну, поехали. И, в общем, мы поехали к ней на дачу. И что-то, а я до этого уже на самом деле смотрела участки, приценивалась, мне что-то за столом разговорились, я говорю, ой, так хочется уже тоже дачку, у нее такая красота уже, на тот момент уже была красота, чтобы так выходные приехать, отдохнуть, шашлычок там с друзьями. Она говорит, да берите вон участок и показывает на наш участок. А я глянула, а там, как говорится, нет живого места. Заросшие, деревья все дохлые, больные. Почему вот у нас участок без деревьев, мы их все повырубали. Настолько больные были. Ну, где-то лет 10, наверное, эта дача пустовала. И за ней вообще никак никто не ухаживал. Вот, я говорю, да возьмем. Она говорит, да хочешь, я сейчас позвоню, узнаю, сколько чего там. Я говорю, ну, позвони. И вот, это, знаете, это, наверное, вот все-таки, если говорят, ну, судьба. Да, так должно было быть. Вот так получилось в нашем случае. Она позвонила кому-то, ну, тоже, кому-то из соседей. Вот, она дала контактный номер хозяйке. Мы позвонили хозяйке дачи, спросили, сколько. Она говорит, 100 тысяч. Это же вообще, представляете, 100 тысяч. Ну, естественно, мы двумя руками, даже с Игорешкой в один голос можно сказать, да, берем. И взяли. Ну, и потом оформление, то, сё. Надо строить дом. Спасибо огромное Вике. Она нас, так сказать, приютила на тот момент, пока мы тут на дачу-то продолжали. Ездить нам нравилось, жили у нее. Вот, ну, и что-то тут потихоньку. Сначала его очистили участок, потом решили дом поставить. Дом поставили тоже, можно сказать, на халяву. Ну, сейчас, тогда мы его купили за 280 тысяч под ключ. Вот. Ну, только построить. Потом, конечно, мы его красили там, облагораживали, это понятно. Вот. Потом, естественно, свет, забор, воду. Вода у нас вот тоже, у многих вода там по часам. Слава Богу, у нас своя вода, у нас своя скважина. Ну, я имею в виду от СНТ. Вода питьевая. Не по часам льется. Вот это, конечно, дорогого стоит. Ну, и все, облагородили дом, продолжаем облагораживать участок. И это понятно, что это никогда не закончится, потому что это дача. Здесь что-то ломается, что-то надо купить еще, что-то надо вообще купить. Вот. Планов громадео хочется и то, и то. Ну, вот в этом году еще заборчик поставили между Викой и нами. Мангал приобрели. Спасибо огромное родителям. Это был подарок Игорюши на юбилей. Теперь хотим все-таки, но это уже не в этом году однозначно, потому что все-таки у меня будет двухнедельный отпуск тюлени, как я его называю. Вот. Мы с Людочкой поедем. Куда я все расскажу потом? Это будет отдельная болтушка. И хочется качельку какую-то, да, никакую. Грядки облагораживать. Вы тоже мне писали, почему не облагораживать. Ну, нужны средства, время. Я уже не раз об этом говорила. И еще раз, еще раз хочу, вот, кто не знает, кто, может быть, недавно нас смотрит, мы сюда приезжаем наездами. Вот смотрите, мы вчера приехали, это хорошо. Если бы мы приехали сегодня, мы пока вот только бы вот перекусили, как обычно мы там приехали по магазинам перекусить, то-се. И уже жара, уже на участке невозможно. Я вот до сих пор вся горю, красная. То есть, получается, часов шесть я бы только вышла на участок, а завтра опять уезжать. Ну, вот и как. Итак, пока вот я не пойду в отпуск. Игорешка вот на май был в отпуске, что-то мы тут поделали на майские праздники. И то получилось, что они были холодные. В общем, все зря, как говорится. Ну, не все. Вот, а если бы вот пойду я в отпуск, когда буду хотя бы здесь жить, потихоньку-потихоньку что-то будем делать. Уже как бы хоть что-то будет видно. А пока не видно. Вот я сейчас даже сделала этот кусочек, который я вам показала. На следующий выходной, когда мы приедем, там будет опять травы по колено. Она же растет, у нее свойство такое расти. Вот так. А сейчас вот мы смотрели, приценивались. Наш участок стоит, ну, с учетом воды, бытовки, туалета. Хоть и на улице у нас условия. Душ. Ничего страшного. Дача у нас исключительно летний вариант. Здесь мы находимся с мая. Мы открываем в мае сезон с мая по сентябрь. Теперь уже редко, когда до октября остаемся, потому что холодно. Вот. Впервые, вот первые года мы даже 26 октября, помню, как-то закрывали сезон. А вот последние года два, наверное, в сентябре уже. То есть с мая по сентябрь, вот, душа на улице нам хватает. Я говорю, я порой голову могу просто на участке мыть. Вот. Сейчас вот я смотрела наш участок, вот если вдруг его продать, он, ну, под миллион будет стоить здесь. Потому что я вот спрашивала, кто у нас. Ну, не миллион, конечно, там есть тоже свои минусы и плюсы. Вот. Но понятно, что это просто разговоры. Я к тому, что вот за сто тысяч купили кусочек земли, шесть соток. И, по сути, здесь вот все, если бы, допустим, я была бы там уже пенсионерской, я бы тут жила бы все лето. Вот. Вот, переезжала бы и жила бы. А что тут? Магазины рядом, остановки рядом. Поселок, поселковый магазин даже, вот, который здесь, деревня, рядом. Красота. Вода есть, причем и горячая в доме. Хотя она вот не нужна. Я более, конечно, включила. Вот. Поэтому все так индивидуально, что касается дачи, ее ухода. Вот. Понятно, что хочется, чтобы было все и красиво. Но мы, к сожалению, зависим от многих обстоятельств, чтобы здесь все было красиво. Все и сразу не получается. Вот. Ну и потом, естественно, я вот на две недели уеду, а получается, что мы не приедем, я не приеду на дачу три недели. То есть две недели я буду на отдыхе, пока приеду, пока там разберу чемоданы, там что-то подстирают, что-то там уберу. Вот. Вот. Получается, я приеду только через три недели. Игорешка работает. Отпуск у него теперь на две недели еще только в августе. Он, конечно, будет... Вику напрягать не буду я с нашими вот этими поливалками. Ну, как будет уже, тут ничего не сделаешь. Поэтому он, конечно, будет, когда у него будет возможность приезжать на электричке, хотя бы там покосить разок, да пополивать растишки. Вот. А так... И, возможно, сейчас кто-то напишет, а зачем вы тогда дачу покупали. Вообще мы ее покупали чисто для отдыха. Вот правда. Приезжать сюда жарить шашлыки... Я даже первые два года ничего не сажала. Первые полтора, наверное. Ну, около двух. У меня уже соседка Таня говорит, Юль, ты хоть цветы посади. А мы решили, что мы будем приезжать сюда строго жарить шашлык, отдыхать там. Ну, так, облагороден там мангальчик, мангальную зону там, тоси, моси. Ну, домик, да, чтобы можно было ночевать. А потом засосала Мещанское болото, как я это говорю. Захотелось цветочки, потом захотелось зеленушки своей. Вот. Ну, вот так вот потихоньку что-то новенькое бывает посажу. А старенькое не сажаю. Что-то наоборот. Вот в этом году мы без редиски, без укропа. Вот. Где-то, естественно, совершаю ошибки. Я не дачница. Все, что я могу, это вот все, что вы мне советуете. Все, что там где-то что-то в интернете подсмотрю. И то вот с муравьями вчера смотрела. Один одно говорит, другое другое говорит. Лариса Зарубина, я вот так вот посмотрела, она, да, она соображает, все хорошо рассказывает. Но она больше на рекламу работает. Согласна. Тут кто-то мне писал, что она на рекламу. Да, согласна. Вот. Но рекламируют хорошие такие штучки. Вот. Не знаю. Побрызгала вчера фитовермом вот этот вот. Это, как его, георгин и яблони у мертвого припарка. И вот так вот, по поводу муравьев. Кто что советует? Начинаю читать отзывы. И соду сыпал не помогает. И горная кислота там. Они уходят, а потом опять приходят. В общем, сколько людей, столько и менее. Поэтому почитала, посмотрела, а сделала, как говорится, по-своему. Или как умею. Поэтому вот, что касается вот этих вот садоводничества, огороднических дел, то я не дачник. Игорешка тоже не дачник. То есть мы как бы любители. Нам хочется, но методом ты как. Если что-то не получится, нет, я, конечно, вот плукавлю, когда говорю, что я не буду расстраиваться. Я расстраиваюсь. Вот. Но тем самым, да, говорю себе, да не буду я больше ничего сажать. А потом приходит время, думаю, ну как я не буду сажать. В общем, я вам наговорила уже тут на 15 минут почти, на 10. Вот. В общем, надеюсь, я ответила на вопрос. Но без дачи тоже я не могу. Я не представляю, что вот делать в квартире. Тем более у нас 14 этаж. Ой, пить хочу. Так, ладно. В принципе, зелень у меня подсушивается. Яйца почистила. Сейчас потихонечку буду нарезать. Просто я говорю, надо начинать с зелени. Поэтому сейчас я начну с зелени. С вами не прощаюсь. Вот. Вот такая крошечка. Сейчас пойдем есть. Смотрите, уже было 3. Сейчас уже где-то около... Ну, без 20 где-то 4. Мы переехали в торец дома. В общем, гуляем по кругу, пока у нас нет навеса. И вот такой вот у нас обед. Окрошечка. И что вчера осталось, будем доедать. Овощи. Я, кстати, уже говорила, окрошку люблю вот с этим луком. Игорешка, всех вас приветствует. Категорически. Категорически. И всем, кто сейчас обедает, приятного аппетита. Всем самого доброго вечера субботнего. На часах у нас половина восьмого. И я вот только уже меня, Игорешка, можно сказать, выгнал с участка. На огород вообще не ходила сегодня. Ничего не делала. Как вот вчера пролила все. Единственное, Игорешка разобрал ту круглую клумбу, где вот тюльпаны были. И огородил вот тут вот редиску. Тоже это временный вариант. Мы решили, что вот таким заборчиком, по возможности, будем ограждать все возможные и невозможные грядки, клумбы и т.д. и т.п. По крайней мере, будет одинаково. Вот. Все. Больше здесь ничего не делала. И завтра тоже. Ну, кроме того, как нарвать домой салат и шпинат, ничего делать не буду. С утра Игорешка прольет все. Обрежу только вот эту вот стрелку у лука. И все. Я сегодня целый день вожусь в цветниках. В саду. Вот. Сейчас покажу, что я сделала. И это вообще оказалось там, ну, раз-раз, думаю, я быстро. И думала, на огород пойду. Да какой там? В общем, тот треугольничек, извиняюсь, что пальцем, я вам уже показывала. Вот. И начала я с малины. Я ее тоже обстригла по краям. Насыпала земли вкусной. Вот. Малинка живенькая. Вот. Насыпала вкусной земли. Обрезала ирисы соцветия тоже. Окосила их вот так вот по кругу. Вот старалась даже вот где забор травку убрать. И это, наверное, заметно. О, что-то тут осталось. Ну, я уже это... Уже как-то, знаете, уже... Уже даже глаз замылен. Вот. Немножко здесь вот тоже навела порядок. То же самое сделала со вторым кустиком. Максимально постаралась обрезать ржавые листочки. У седума тоже пообкашивала. Ну, в общем, я постаралась таким образом сделать вот у этих росишек, которые в этом уголке у нас пообрезала тюльпаны. Вот. Здесь вот навела порядок. У лилии, у пионов тоже, насколько это возможно. Вот повыгребала, где забор тоже. Травку-муравку постаралась подстричь. Прорыхлила. Круглую клумбу тоже вот здесь вот убрала траву мини-тримером своим. Господи, как хорошо, что он у меня есть. Хосточки тоже добавила вкусной земельки, обстригла. Вот дошла до гриба. Хвойники, большую хосту я уже не трогала. Здесь тоже вишенки навела порядок. Вот. Все-таки я подняла дощечки эти. И вот здесь вот убрала травку. Все-таки агроволокно надо стелить. Вот. Она, конечно, не растет вот прям вот тут вот. Вот. Но агроволокно, если постелить, будет еще лучше. Она и по бокам не будет расти. И здесь тоже повыдергивала тюльпаны. Где-то даже с луковичками так получилось. И вообще меня эта клумба в этом году абсолютно не радует. Смотрите, вот как-то треугольником календула взошла. Бархоток нет вообще. Хотя я сажала их по периметру. Ну, вот в этой стороне только немножко. Все. И лилии. Больше я в эту клумбу, наверное, сажать однолетники не буду. То есть пусть здесь растут лилии. Вот. И, возможно, сюда что-то еще многолетнее подсажу. Потому что, ну, я понимаю, что я сажала в такое неблагоприятное, скажем, время. Потому что и круглая клумба хиленькая. Вот. Практически нет цветов, но уже как есть. Вот. Но в этом году не знаю. Может быть, что-то еще и рискну купить. Уже такое рассадное, чтобы порадоваться этим летом. А на следующий год у меня это прямоугольная клумба. Кстати, тоже хочу ее вот таким заборчиком сделать. Будут многолетники. Все. Вот до этого края я дошла. Вот хвойники вообще не трогала. Здесь тоже хосты не трогала, как вот вчера провела. Это у меня Игорешка мангалом уже занимается. К ужину готовимся. Вот. И вот что я сделала. Здесь у лилейника пообрезала желтые кончики. У этого тоже, насколько это возможно. И все. То есть вот наметила. Опять же наметила. Но не знаю, как получится. Завтра окошу вот эту прямоугольную клумбу. Сделаю на виду в хвойниках порядок. Соответственно, захвачу вот эти хосты тоже, насколько это возможно. И вот мне надо закончить вот с цветами. Это завтра. Это немного на самом деле. Но завтра день нашего отъезда. То есть пока мы встанем. Я не хочу завтра со сранья, извиняюсь за выражение, вставать. То есть хочу выспаться. Пока позавтракаем. Пока раскачаемся. А в три часа нам уже нужно уходить. У нас в четыре электричка. Поэтому вроде кажется немного. Вроде кажется немного. Вот этот кусочек. Вот. Но с другой стороны хочется тоже немножко и отдохнуть. Да. Вот эту сухую траву пособираю. В кучку сложу. Пусть она будет. Я вам потом скажу, для чего мне это нужно. Вот. Оставила здесь землю. В общем, завтра куда-то что-то, может быть, подсыплю. Доделаю. А уже на следующий выходной буду заниматься огородом. Игорешка с утра завтра только все. А, да. Еще там у меня три растишки. Это тоже буду заниматься на следующий выходной. А Игорешка завтра только с утра все прольет. Вот. Ну и я вот в этом треугольничке наведу порядок. Вот тот лилейничек захвачу. Вот. И все. И все. Вот. Это так, в принципе, это я думала, это ой, быстренько. Раз, раз, раз. Нет. Достаточно трудоемкая работа. А я еще такая, что вот я дотошная. Игореша говорит, не ковыряй триммером землю. А я вот прям под корень стараюсь срезать эти одуваны, эту траву. Ну вот все равно видно чистенько. И вот в этой стороне тоже. И на следующий выходной обязательно какую-нибудь отраву куплю для муравьев. Тоже смотрите, как здорово стало. Ну вот видно. Уже когда видно. Только времени любоваться нет, девчонки. Сделаешь, а на следующий раз приедешь, будет то же самое. Вот тут сухостой тоже хочется убрать, чтобы было красиво. Ну, в общем, все равно уже вид другой. А то эти уже сухие цветочки у ирисов тоже торчали ни туда, ни сюда. Вот. Так что вот что успела. Все сейчас в дом и овощи на мой. У нас сегодня овощи и мяско на ужин. Обед окрошечки поели. В общем, вот такие вот дела на сегодняшний день. А завтра только что кинзу нарву домой, салата, шпината. Вот, ничего там не рыхлила, ничего не удобряла, ничего не делала. В общем, ну, я вам уже все рассказала. Давайте еще вместе с вами полюбуемся вот этой красотой. Я очень люблю эту сторону. И вы знаете, что-то как-то меня уже, я уже говорила об этом. Огород как-то так. Ну, вроде вырастет, вырастет, не вырастет. Ладно. А вот сад и цветник. Потому что вот куда выходим, смотрим сюда. И любуемся. Вот это, конечно, красота. Игорешенька, ты со мной согласен? Да, дорогая. Да, дорогая. Ну, ладно. Всем хорошего субботнего вечера, отличного настроения. Хорошо вам посидеть, отметить субботу. Вот мы с Игорешкой тоже. Сейчас пожарим шашлык. Ну, у нас что, сегодня у Игорешки баранинка, а у меня куриные ножки. Все. Время 9. И шашлык готов. Наш субботний ужин. Самое главное. Всем самого доброго утра и отличного настроения. Сегодня у нас 18 июня, воскресенье. На часах без 10.10. И мы на даче. Я готовлю завтрак. Сегодня у меня на завтрак очень захотелось мне яичницу с помидорами. Многие называют, если я не ошибаюсь, еще такое блюдо шакшукой. Ну, у нас это просто яичница с помидорами. Это летний завтрак на даче, который мы тоже очень любим. Сосиски. И сейчас в тарелку переложу яичницу, посыплю укропом. А Игорешки грею баранину. У Игорешки всегда совсем другой завтрак. Ну, вот кто как любит, кто как привык. И, конечно, сейчас будет ароматный кофе. Сейчас поставлю чайник, заварю себе кофе. Вот, завтракать будем на улице опять. Вот. И сегодня день отъезда, поэтому сильно рассусоливать не будем. Завтрак наш быстренько позавтракаем. И то, что я наметила себе сегодня сделать, хотелось бы это все, конечно, воплотить. Игорешка поливает. Привет, привет, Игорешенька. На улице 18 градусов. Вот. Очень тепло, светлое небо. На улице хорошо. Есть ветерок, но он прям нужен. Вот вчера, если бы не ветерок, я бы, наверное, не смогла бы работать на участке. Поэтому спасибо, что был ветерочек. Вот. Ладненько. Буду дальше готовить завтрак и будем завтракать. Мой завтрак готов. Вот такая летняя, яркая красота. И тут сидим в тенечке. Здесь хорошо. Я бы даже сказала, свежо. Ветерочек дует прям хорошо. А там, видите, солнце. Там вообще мы сейчас унесли оттуда стол. Но мы, в принципе, всегда уже завтракаем здесь. А в 3 часа здесь солнышко. И мы поворачиваем в торец дома. Все как обычно. Ладно, буду завтракать, потому что сегодня сильно рассусоливать нельзя. На часах у нас без 20 час. И смотрите, мы уже убрали фигурки. Вот. И здесь тоже. И я сделала то, что, в принципе, планировала на сегодня. Насколько хватило силы. Вообще сегодня встала, спина болит, ноги, крепатура болит. Вот. В общем, я почистила в хвойниках тоже травку. Может быть, это не так заметно, но мне видно. Вот. Подсыпала кое-где земли, в хосты, в можжевельничек. Вот. Ой, торчит. Вот этот вот не увидела. Смотрите. Оп. Оп. Так, в принципе, я старалась. Вот. Ну, в общем-то, сад и цветник у меня в порядке. Вот. Здесь осталась лишь, знаете что, борьба с муравьями и с тлей. Вот. Игорешка все пролил. В общем, порядок. И косить ему в следующий раз будет полегче, потому что я самые сложные вот эти места обкосила мини-тримером. Так, смотрим, что у нас тут с яблонькой. В пятницу проливала фитовермом. Ну, вроде бы. Ну, вот как сейчас, не вижу я даже муравьев. Вот. Даже муравьев не вижу. Здесь так листочки вообще такие свеженькие. Но буду все равно я средство, яблочко, искать. Потому что это не дело. Здесь тоже вон пошел вот росточек свежий. Ну, она уже, наверное, наелась. Нет, вон вижу, по стволу ползет муравей. Так, а что внизу у нас? Ну, внизу пока пока как бы ничего, но все равно надо... Вон они внизу копошатся. Нет, надо думать. Что-то надо думать. Так, здесь тоже все прибрала. Смотрите, какая пустая клумба получилась. Гвоздика частично взошла, турецкая. Ну, ладно. Так, это я вам все вчера показывала, что я обработала ирисы. Здесь тоже. Вот прям просится какая-то растишка. Я вот вчера прям посмотрела. Вот сюда можно что-то еще посадить. Параллельно с лилией, с вот этой. Прям что-то, что-то можно посадить. Вот. Так, здесь навела порядок. Ну, у меня были только хвойники вот на сегодня. И вот этот угол, где лилейники. Вот, в принципе, здесь тоже подсыпала земли. И пролила. Гортензию еще раз промульчировала. Слава Богу, гортензия пока прям радует меня. Так, и здесь тоже. Ну, я вам уже показывала. Все. Огород пролили. Пролили. Вот. Ну, и я пообрезала у лилейников. Пообрезала у лилейников вот эти вот соцветия и ржавые листочки. Полегче будет дышаться ему. Вот. Еще раз покажу вам красоту, красоту. Вот такую красоту. Ага, фотографирую, девчонки. Вот, розочку тоже пролила. Еще раз прям облила. На следующий раз можно будет чем-нибудь ее подкормить, потому что она вот готова уже, готова распускаться потихоньку. Все, мы собрались. Сейчас вызываем такси на электричку. Время 3. 15.52 у нас электричка. Неохота уезжать, да, Игорюш? Ну, надо. Все, всем хорошего воскресенья.